Мы сконцентрируемся в основном на вопросах управления рисками в проектах по строительству атомных электростанций и на вопросах финансирования таких строительств. И выбор этой темы не случайен. Надо сказать, что в последние десятилетия усиливается спрос на строительство атомных электростанций. В числе застройщиков оказываются страны-новички, которые до этого не имели большого опыта или вообще никакого опыта не имели в строительстве атомных электростанций. В основном это развивающиеся страны. Надо сказать, что на сегодняшний день, к 2016 году, полностью преодолен так называемый фактор Фукусимы, когда после аварии на японской атомной электростанции во многих странах программы по строительству АЭС атомных электростанций были свернуты, финансирование ядерных программ было сокращено. На сегодняшний день этот фактор преодолен. Темпы строительства атомных электростанций превысили до Фукусимские. И это тоже не случайно. Надо сказать, что, и это отмечалось уже на нынешнем форуме, что атомная электроэнергия является одной из наиболее эффективных с точки зрения баланса стоимости киловатта и эффективности, в том числе вреда, который наносит атомная электроэнергия, вернее, я бы сказал, отсутствие вреда, который наносит атомная электроэнергетика по сравнению с конвенциональными, с традиционными источниками энергии, такими как тепловая энергия, уголь, нефть, газ. При этом надо отдать должное, надо признать, что строительство атомных электростанций является самым дорогим инфраструктурным проектом в мире. Ничего дороже вообще не существует, кроме как строительство АЭС. То есть мы занимаемся самыми дорогими вещами, нашли себе уникальную нишу. И в связи с этим вопрос финансирования строительства АЭС является не менее важным, чем выбор технологии и выбор дизайна, то есть выбор поставщика. Поскольку при отсутствии, собственно говоря, каких-то реальных источников, подтвержденных источников финансирования, начать, тем более завершить строительство, не представляется возможным. В связи с этим все крупные вендоры, все крупные поставщики технологий, атомных технологий предлагают свои варианты привлечения финансирования. И в этой связи наличие финансирования становится очень серьезным конкурентным преимуществом при проведении международных тендеров на строительство атомных электростанций. Высокая степень, высокая стоимость проекта делает критичным и такой фактор, как степень вовлеченности правительств, стран, заказчиков, реализацию проекта. И на нашей панели мы рассмотрим такие вопросы, как корреляция между степенью вовлеченности правительства страны, заказчика атомной станции и успешностью проекта по строительству АЭС. Рассмотрим, какие формы вовлеченности стран-заказчиков существуют и какие правильные риски необходимо митигировать правительством. На чем должно фокусироваться правительство страны-заказчика для того, чтобы правильным образом управлять финансовыми, прежде всего, рисками, связанными со строительством АЭС. Обо всем этом мы поговорим в рамках нашей панели. Надо сказать, что Росатом имеет очень большой опыт строительства атомных электростанций за рубежом. Мы являемся крупнейшим строителем атомных электростанций. Никто больше нас не строит атомных станций за рубежом. И в этой связи у нас существует большой достаточно опыт, в том числе и по финансированию проекта строительства АЭС. Мы их рассмотрим на примере различных моделей, которые мы применяем в Индии через межправительственные кредиты в Турции, через, собственно говоря, финансирование с рынка фактически, и Финляндии с помощью финансирования по принципу Монкала. У нас в панели участвует ряд уважаемых спикеров. Я хотел бы предоставить первое слово Николаю Соломону, первому заместителю директора, генерального директора госкорпорации Росатом, руководителю корпоративного центра, руководителю Николай Флос из Йорс. Спасибо, Андрей. Добрый день, доброе утро, уважаемые коллеги. Я буду говорить по-русски, мне разрешили. Но буду говорить, наверное, не быстро, чтобы перевести несложные слова моего выступления. И сразу хотел извиниться, есть вероятность, что я могу уйти раньше, потому что я и перед участником туннеля, перед вами. Андрей меня будет останавливать, но постараюсь до сессии вопросов и ответов попыть с вами. У меня нет ли такое вступительное слово, может быть, чуть больше с акцентом на то, что финансирование решает все в этой жизни. Но, естественно, все это мероприятие, о том, что оно посвящено, прежде всего, технологиям, знакомству, общению с партнером и, может быть, еще раз большему пониманию о нас, о Росатом, чем мы сегодня живем, какие проекты реализуем, о чем сами беспокоимся, чем гордимся. И, в общем-то, нам есть о чем сказать. Но суть вступления на таких презентациях, она, в общем-то, всегда достаточно простая. Потребление электроэнергии в мире растет. И, в общем-то, понятно, желание отдельных стран, с которыми сотрудничаем мы, это все-таки оставаться энергонезависимыми, потому что любая зависимость от процессащика электроэнергии, это всегда зависимость, наверное, в условиях, в том числе и от цены, которая неожиданно может быть волатильной в зависимости от изменения и волатильности цен на энергоносители других типов генераций. Поэтому сейчас мы уже не объясняем, почему электроэнергия на атомной станции, полученная на атомной станции, безопасна и также здоровая электроэнергия, да, с точки зрения окружающей среды. Мы еще говорим о том, что, в принципе, мы понимаем, что нашему клиенту важна финальная цена на электроэнергии, лучше бы, чтобы она была гарантирована. И, в общем-то, весь лейтмотив моей презентации заключается в том, что мы видим себя, прежде всего, как компания, конкурентноспособная с любыми источниками генерации, имеющая определенные преимущества, фокусирующиеся на безопасности, но прежде всего, дающая конкурентные преимущества, по сравнению и с другими компаниями, и с бедными типами генерации. Следующий слайд. Вот это или вот это? Next. Хорошо. Вот здесь буквально краткая дорога за 10 лет, где мы, в общем-то, отчасти были также первопроходцами. Не сказать, что мы следовали за каким-то трендом, но, тем не менее, мы, в общем-то, этот тренд даже устанавливали сами. И вот первые наши проекты, в первой части, которые касались исключительно контрактов на строительство атомной станции, это был ограниченный объем работ в стране, где уже, как правило, присутствовала уже приятная генерация, и задательства соответствующие, в общем-то, люди позволяли себе заказать станцию построить, дальше ее эксплуатировать и обеспечивать ее топливом и так далее. Это было и в Кудан-Кламбе идеи. Но вот на данный момент можно в пример приводить и те проекты, о которых мы будем говорить сегодня, и ПАКШ. Это вот уже ближе к третьей стадии, когда постепенно наше предложение становится комплексным. Как я уже говорил, покупателям электроэнергии и эксплуатирующим организациям очень интересна гарантированная себестоимость киловатт-часа электроэнергии на тот объем огромных отложений, о которых говорил Андрей, что является спецификой именно нашей генерации. И вот мы понимаем, что и даже видим на ошибках в том числе наших конкурентов, как невыгодно иногда предлагать отдельными пусками продукцию всего нашего цикла, и видим, как иногда сложно приходится нашим заказчикам, которые решили строить станцию, и только потом задумались над тем, как выставлять топливо, и уже в третью очередь стали думать над тем, что делать с отработанным ядерным топливом. Поэтому все-таки мы считаем и нашим конкурентным преимуществом именно выдачу комплексного предложения, когда мы фактически нашим клиентам, покупателям, дарантируем инновационную ту самую себестоимость киловатт-часа электроэнергии и даже помогаем в чем-то вместе договориться об условиях улучшения этой стоимости, если рынок позволяет получить цену гораздо лучше, чем мы ожидали и инвесторы, и финансовые инвесторы на этапе вложения в данный проект. Поэтому вот эта история к названию BIO, Build-On-Operate, она очень сложная, она комплексная, и вот сейчас тот опыт, который мы получаем, он бесценный. И вот коллеги наши, которые будут говорить об опыте работы в Финляндии, где мы владеем всего 34% доли в этой станции, не потому что мы не смогли больше, а потому что вот достигли таких взаимовыгодных интересов, и в этом случае мы никогда не ставим себе задачу владеть именно контрольной долей в таких проектах. Сразу хочу сказать, что это настолько комплексная работа всех участников в таких интегрированных предложениях такое количество договоренностей между разными сторонами, что действительно для нас, как для профессионалов, для всех работающих над такими проектами, это прежде всего очень интересно. Это действительно один из самых сложных объектов, как строительство Андрей уже сказал об этом, и по объему, и по сложности структурирования, и самое главное, естественно, технологические. Вот, в принципе, все основные компоненты здесь представлены, я просто хочу сказать, что вот неизбежно каждый из этих элементов, каждый, он влияет напрямую на работу, которая связана вообще с контрактацией в первую очередь, и каждый из этих компонентов, она, безусловно, несет определенные риски, которые должны быть соответствующим образом оценены. Ну, а насколько вы понимаете, любые риски, которые я тоже скажу на последующих слайдах, они сопряжены с оценками и инвесторов, и банков, и даже поставщиков в части стоимости финансирования, которая в конечном счете складывается в ту самую гарантированную себестоимость электроэнергии. Поэтому это особенно актуально для рынков развивающихся стран, когда очень много неопределенностей с самого начала просто отсутствует опыт как на государственном уровне, на уровне регулятора, каким образом регулируются те или иные вопросы отношений, так и, в общем-то, оценка банками и рейтинговыми компаниями тех рисков, которые присущи инвестированию именно в эту страну. Поэтому для нас крайне важно использовать все инструменты, которые так или иначе влияют на стоимость финансирования. И структура авансовых платежей, и структура гарантий, и, в общем-то, приключение также стратегических инвесторов, и подготовка проекта и компаний, в том числе, которые в состоянии выпускать долговые бумаги, в том числе, от своего имени. В общем-то, весь набор инструментов, которые представляют так или иначе влиять на стоимость финансирования. Следующий слайд. Я переключаю. Вот. Ну, в принципе, это кратко то, о чем я сказал. Единственное, может быть, на что стоит обратить внимание, если вы не знаете, вот, мы предполагаем, что стоимость финансирования, в общем, стоимость строительства этой станции может занимать до 25%. То есть просто запомните для себя это. И я на этом, в общем-то, и делал акцент, говоря, насколько важно готовиться к привлечению такового финансирования, работать со всеми заинтересованными сторонами, и минимизировать те риски, которые существенно повлияют на стоимость финансирования. Ну, в общем-то, если как раз пройти по всей цепочке, которую я называю и мы называем интегрированным предложением, я не скажу ничего нового, особенно для людей, сидящих в панели. Это достаточно простые и базовые вещи. Я всего лишь хотел напомнить о том, на какие типы рисков на каждом этапе, от политического согласования до вывода из эксплуатации, мы держим как бы на карандаше в первую очередь, в том числе и на стадии контрактации, первичной контрактации. Поэтому ни для кого не секрет, что даже договориться с населением, о строительстве станции конкретно на площадке, которая предварительно была выбрана, это, ну, по сути, вообще малорегулируемый каким-то образом вопрос, да, это всегда вопрос имиджа компании, это работа и правительства, в том числе на Абаканном уровне. И я думаю, еще будем не раз сегодня говорить о том, насколько влияние правительства стран к ним присутствует важно. и для, собственно, заказчиков, которые обязуются выдать необходимые лицензии, организовать все, что необходимо для строительства атома страны. И так, собственно, и для нас, для застройщиков, можно сказать, для подрядчиков, потому что, опять-таки, стоимость финансирования будет очень сильно зависеть от того, какие мы, как компания и даже государство, а по сути, мы представляем государство, да, на 100% были надежными государством, даем гарантии по тем или иным контрактам и обязательствам, как с нашими поставщиками, так, собственно, с основными заказчиками. Как я уже говорил, вот видите, на каждом из этих этапов есть определенные риски, которые не всегда даже зависят напрямую от нас. Мы, приходя в любую страну, по сути, собираем автомобиль, как вы это делаете в салоне, если у кого-то была такая возможность, да, набирая дополнительные опции. Причем эти опции не всегда связаны вот именно с техническими характеристиками автомобиля, хотите ли вы кондиционер или нет. Это, ну, можно сравнить даже с выбором цвета, обшивки или обливки руля, где, в общем-то, настолько всего единичный продукт. И, естественно, чем сложнее вот эта конструкция, тем сложнее вся генерическая грязь, который, в общем-то, посвящен весь этот столб. Поэтому просто еще раз хотел сказать следующее. Достойность финансирования представляет из себя достаточно существенный объем в общей стоимости строительства атомной станции. Структура тем сложнее, чем мы, в общем-то, ближе и максимально близки к требованиям заказчика по всем индивидуальным характеристикам. Поддержка государства крайне необходима, как и с одной, и с другой стороны. Это дает необходимые гарантии для, в том числе, и снижения стоимости. Доковора о покупке электроэнергии по фиксированной цене. Ну, это вот то самое условие, о котором я говорил, которое, по нашему мнению, дает комфорт без исключения всем участникам. И делает определенный базовый залог для последующего каких-то пересмотрения условий дополнительных по контракту, как только начинает прогрессировать уже непосредственно стройка. Ну, и гарантии поставщиков по срокам стоимости и надлежащему качеству. Вот, в общем-то, основная водная. Надеюсь, если поставлю, в конце отвечу на вопросы. Спасибо. Спасибо, Николай. Финансовые вопросы финансирования являются, безусловно, наиболее критичными при принятии решений о строительстве. Но зачастую истории известны ситуации, когда вроде и финансирование есть, и технология выбрана, а проект не удался. И я хотел бы предоставить слово Ахабу Абдель-Азизу, партнеру юридической фирмы Коллингс, для обзора именно таких ситуаций, когда, может быть, все в порядке с финансированием, а проект, тем не менее, буксует. Ахаб знает эти вопросы не понаслышке. Его компания сопровождает строительство, вернее, заключение контракта на строительство атомной электростанции в Египте. И, что называется, мы с Ахабом прошли огонь и воду и медные трубы в рамках переговора с египтянами. Ахаб, вам слово. Спасибо. Ахабрия. divine Порнень. Продолжение следует... 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 So, what is it that makes this very large difference in the cost of electricity and nuclear across the world that isn't affecting other technologies in the same way and to the same extent? And at the end of the day, it really is the risk to nuclear power generation that is created by regulatory environments. So, when you do not have political support for nuclear power generation, where you do not have regulatory support or adequate regulatory environments, the cost of money and project experience suffer quite significantly. And where you don't have that kind of a problem, you have successful programs like we see in Asia. What we will look at now is a line of evidence that suggests exactly what I've just said to you. When you don't have political support, we get very difficult project experience. We've seen two kinds of economic failures in the world. We've seen non-completion risk that's materialized in a number of projects by way of abandonment. And we've seen economic risk where projects end up upside down. And the problem that creates is it becomes very difficult to structure your finances and to attract capital like many people are proposing private capital for nuclear power development. What we see in terms of project experience in the world is that we've had many projects that have had billions of dollars spent on them and that were never completed. They never generated a kilowatt of electricity. They're not localized in any particular place in the world. We've got them in Argentina at Tucha II, which had some $3.8 billion spent in 1990 dollars and for 25 years didn't generate any electricity until it was recently completed. In the U.S., Belafonte had two plants that were abandoned after $6 billion were spent on them. The town in the Philippines represented the Philippines' largest debt for some 30 years, never generated any electricity, but really there's no monopoly on abandoned projects. You find them in Spain, in the U.S., Italy, Sweden, Poland, Bulgaria, and Brazil. And what tends to happen with these projects is that you find yourself in an environment that is not supportive of nuclear power development. Where you run into technological risks, you get into long cycles of delays and regulatory engagement. Your project cost rises very, very quickly because you have invested your capital up front in a nuclear power project. So that interest during construction becomes debilitating. And if you overwhelm the risk absorption capacity of the party that's standing behind the risk, or if you don't have a party that is standing behind the risk, the project cannot proceed. When we look at the U.S. experience, after Three Mile Island, what we see is that cost overrun across the entire program ranged from 109 to 281 percent. That, on average, U.S. projects were 207 percent over budget. And that after Three Mile Island, we went from five years from license application to the completion of a project, to 12 years from license application to the completion of a project. And when you again think that you've got billions of dollars already invested up front in a nuclear project, every year of delay represents a massive amount of cost overrun that gets added and becomes debilitated. What happened after Three Mile Island is that political support was withdrawn in the United States from nuclear power generation. The regulatory environment became very hostile to nuclear projects. And whereas after 1973, when the oil crisis existed or took place, there had been some 41 reactors ordered in the United States. Every one of those reactors was cancelled after the regulatory and project experience of Three Mile Island. We can look at some examples where projects were completed, principally in Western nations, and where we have had, again, in circumstances where there has not been the political and regulatory environment to support projects, we can see massive cost overruns in a variety of projects in Canada, the UK, the US program, and most recently in Okamoto 3. So what you end up with is a risk profile for nuclear power projects that involves a very high degree of uncertainty. There have been a couple of pretty good studies on this point. One was done by the Congressional Budget Office in the US in 2008. Another was done by MIT on the future of nuclear power. And they both come to some fairly similar conclusions, and they are these. One is, nuclear power generation is not commercially viable on its own. That is to say, as a merchant plank, without government support, without subsidies, and without risk anchoring, nuclear power generation is not viable, it is not attractive in the least for private capital investment. The biggest problem is uncertainty, and the uncertainty was calculated by the US Congressional Budget Office at 400%. Which means, when you look at project experience, and I hasten to say, in the West, what we have is a very high degree of uncertainty on the cost, the ultimate cost of an nuclear project. You can do your budget, you can put in your risk and your contingency, but at the end of the day, you are still risking some 400% of your budget. So, if you want to succeed in an emerging economy, or indeed in any economy, in establishing a nuclear power program, growing a nuclear power program that exists, or even just building a nuclear power project, you have to manage the risk, and you have to manage it in two ways. You have to establish a compatible regulatory environment, and you have to find a way to anchor the financial risk of a nuclear power project. And so, what I look at now is three different models that we have got in the world of government engagement with nuclear power programs. And there's simply this, we've got one model, which is prevalent in the most successful nuclear power programs in the world today, and that's complete government engagement. Where the government is supportive of nuclear power development, has in place the right regulatory resources, puts financial resources, public resources behind it. The second is something that's become much more involved nowadays, which is governments wanting to be completely separate from nuclear project risk, and suggesting that nuclear project risk is either for the vendor, or for the private capital markets to look after. Those programs are not proceeding at all, they've uniformly failed. And the third has been a series of experiments that have been proposed in the market, and I'll take you through those in some detail. The purpose of these experiments is to find a way to engage the government partially with nuclear finance and nuclear risk, or public resources, but because of the lack of political support, and in some jurisdictions because of the lack of economic capacity, finding ways for the government to not be fully engaged and to step back. And those have had mixed results, and my ultimate conclusion will be that if you hedge the correct risks, a partial engagement can work, and if you hedge the wrong risks, you have not really got a chance. So, I can tell you, I attend and I speak in a lot of conferences and courses when we're dealing with nuclear finance, and how to solve the challenge of financing nuclear power projects. I've never been at a conference where the topic was, how do we solve the challenge for Russia, Korea, China, UAE, or India. It's just not a topic of discussion. And there's a lesson to be learned in that it's not a topic of discussion, because the governments in those jurisdictions support nuclear power development politically, regulatory, and financially, and they have the capacity to do so. So, I think that is perhaps the most important line of evidence when we address the role of the state. When we look at the second model, I have seen in numerous jurisdictions, including in my own country now, and in a number of developing countries, governments say either I don't have the political space to support nuclear power development, or I've got IMF debt to GDP ratio problems, I am not able to offer a sovereign guarantee, I can't find my way to becoming fully engaged or even at all engaged in anchoring the financial risk. And I have not seen a single program proceed on the basis of private capital financing of nuclear power development, although I've heard a lot of people talk about it. This last model of partial engagement is what we're going to spend a little bit of time looking at, particularly in the United States and in the UK. But before we get there, I'm going to talk a little bit about the Menkelo model. And with all due respect, I'm not talking about yours, Kostya, I'm talking about Oculoto 3. What happened with Oculoto 3 is the word got out on the market that there is this great new structure where a vendor will step up, give you a fixed price contract, engage the state not at all in anchoring the risk of the project, the financing will be arranged privately, the risk will be soaked up somehow magically, and if the project goes into cost overruns, it will not be the problem of the host government. And I have been in many rooms, especially in mid-sized economies where governments say, gee, I want one of those. And frankly, I want one of those too, but it's not a sustainable model. Because at the end of the day, what really happened in Oculoto 3 is that the French government, that is the vendor government, stepped up to the risk. When you look at Oculoto 3, it's three times the budget, three times the schedule. Yes, it was not paid for by the Finnish government, but it has been paid for by the French government. And that's not a sustainable model for a vendor, and indeed, we see the result for Arriva. It is effectively out of the nuclear business on its own, it's lost government support, and its nuclear assets are being sold to EDF Moon Energy. So, in the U.S., they brought around the policy program, which was called the U.S. Energy Active 2005, and it actually attempted to hit at the two elements of necessary government engagement. So, in the first instance, they revised the licensing regime, they created the combined license, they created insurance for licensing delay, and they provided a series of government guarantees for new projects. So, those are U.S. DOE loan guarantees, they chose four projects to proceed, Constellation Energy's Calvert Cliffs 3, Energy's South Texas 3 and 4, in South Carolina it was VC Summer, and Volcom. They really fall into two categories. One category was a category where the U.S. DOE wanted these projects to be project financed, so that there would be no public absorption of project risk, no recourse to either the government or the rate base in order to cover cost overruns. And the second category was the opposite. It's the traditional way in which most nuclear power reactors in the world have been built, which is with recourse to the public purse for cost overruns. And the two projects that were to be project financed quite predictably failed. So, they did not proceed with Calvert Cliffs 3 or South Texas. The two projects that have in fact proceeded are in South Carolina VC Summer and Georgia's Volcom. And what those two have in common is that both projects have in place a public utilities board that will and is currently looking at the actual cost of the project, including cost overruns, and reflecting that on a real-time basis into the cost of electricity, so that the utilities are covered for the construction risk through the course of construction. With this kind of public risk hedge in place, both of those projects have been able to raise financing, and one of them has been able to raise it by means of issuing bonds on the New York market. So, they did attract private capital, but they could only attract it in a circumstance where the construction risk was anchored by public resources. The other projects failed to do so on a project finance basis. So, it seems to me at least from the evidence that we have so far, both from the historical evidence in the global program and the U.S. experience, that if you do not hedge the project construction risk through a public source, you really have no hope of, A, attracting the level of financing you need, and likely of the projects proceeding at all. The U.K. has also tried a middle option through their EMR program. It is a model that the U.K. brought in that is intended to promote private investment in the amount of some $100 billion in low-carbon sources of electricity, including nuclear. Briefly, there are two elements to the program. The first element is what they call the contract for difference, or CFD mechanism, which is a market price hedge. And the second element is government guarantees for the loans. The way the CFD mechanism works, I'll explain it very briefly, is it establishes a consistent price for electricity through the life of the project. And the promoter or the developer of the project will be guaranteed that price throughout the life cycle of the nuclear power plant. If the electricity price in reality is below that price in the future, they will be paid a top-up subsidy. And if the electricity price is above that, they will pay back part of that subsidy. The central theory of this contract for difference mechanism is that what it stands in the way of nuclear finance, and what stands in the way of investment of nuclear power, is that there is some volatility in the market price that prevents investment. Whereas gas producers follow the market price with their cost base, nuclear power producers have to spend the capital investment in advance. But it assumes that the levelized cost of electricity is actually the same for gas producers and nuclear power producers, and in the UK that's just not the case. And we've seen that in the chart that I started with at the outset. So what they're really doing in the UK is looking at project construction risk and saying, I don't want to step up because it's politically hot to project construction risk. What I'll do is I'll give you an electricity market hedge, and hopefully that will allow you to proceed with the project and to absorb the project construction risk. In addition, they offer loan guarantees, but the loan guarantees do not absorb any construction risk. They're simply liquidity enhancement mechanisms. What we can see for the UK is because they are not hedging the construction risk, they are very much struggling with their program. We're seeing signs in the UK today that the EMR is failing to achieve its objectives. And those signs are really best seen in the Hinkley Point C project. Hinkley Point C is coming in at a very high estimated price, $24.5 billion for two units at 3200 megawatts, because you're having to absorb the construction risk into your pricing up front. You've got no mechanism to recover that as the project proceeds. Secondly, because again you're trying to absorb construction risk into the market price, the strike price has come in at 92.5 pounds per megawatt hour in 2012 prices, which is about three times the 2016 prices. So the first thing we know is that this is not a very efficient way to hedge construction risk. You're having for every project to assume that you will have ultimate economic failure, large cost overruns, and absorb that both into the construction price and into the electricity price. And in addition, it has failed to attract private investment of any sorts, as was the objective of the EMR to begin with. In fact, the result for the UK is that their project can only proceed if two foreign governments agree to accept the risk of that project. The French government has to accept backing it through EDF, and the Chinese government has to accept backing it through CGN and ultimately CNNC when they come into the project. I suggest that that is actually a complete failure for a program that was intended to establish energy independence and security, and private investment in nuclear power generation. So my conclusion at the end of the day is that government support is essential for the development of nuclear power, that where we've got that support both on the political and regulatory level, and in terms of financial structures that absorb construction risk and program risk, we've had resounding success in the world where we do not have that at all. The projects have not proceeded, and where you've had no political support, but some manner of financial support. We've proven that we can build, but at a tremendously high cost. And at the end of the day, the hybrid models, which people I think are getting overly excited about in emerging economies, are unlikely to bear fruit in the future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the interesting presentation. And the next speaker is our speaker is Konstantin Krijevski, head of the law and corporate service Rosatom Energy International, which is a company that provides the development of nuclear power in Finland and Turkey. And the выступ of Konstantin Krijevski, will be dedicated to the realization of the investment investment project of the nuclear power of nuclear power in Finland. Konstantin Krijevski, please. Thank you. Good morning, colleagues. Thank you very much. My presentation is dedicated to the realization of the project of the nuclear power of nuclear power of nuclear power in Finland, which is one of the projects of Rosatom. And in this case, the support of the government, about which we spoke about today, is very strong for this project. First of all, we saw that Rosatom in mid-1930, have a severe and beautiful status in terms of terms of thejugest of funding from the other countries. The special thing is that Rosatom is a part of the project that he provides a long-term service of equipment, products, production, to the standard for nuclear power of nuclear power of nuclear power. И финский проект в этом случае не исключение. Топливо поставляет топливная компания Dwell. Вендором технологии является Росатом. И финансирование долговое с рынка и также equity финансирование софинансирует также Росатом. А мы видим, что тот спектр внешних рисков, которые присущи атомным проектам, он действительно сильно влияет на возможность их успеха и в том числе возможность финансировать такие проекты. В данном случае как-то рисков, которые показаны здесь, показывают сугубо специфические атомные риски реализации проектов. Они связаны с защитой окружающей среды, с инфраструктурой, присутствующей или отсутствующей в стороне, которую нужно развивать. И многие вендоры также в последнее время конкурируют за адаптацию своей регулятивной среды и внедрение ее в страны, которые реализуют атомные проекты. Это делают корейцы в арабских странах, это делает также Росатом в египетском проекте. Говоря о вовлеченности государства в реализацию атомных проектов, действительно нужно отметить, что во многом успех этих проектов основан на серьезной поддержке государства и предоставлении гарантий инвесторам в финансирующем проекте. И рекорд показывает о том, что проекты с серьезным государственным участием, они наиболее успешны. В данном случае мы говорим о некотором ряде успешных проектов, подтверждаем тезис о том, что практически нет проектов на принципах проектного финансирования, которые были бы успешны. Проекты, реализующиеся за счет финансирования со стороны государства, будут то или экспортные кредиты, которые в нашем случае, в случае Росатома, предоставляет Министерство финансов или иное, финансирование со стороны государственных финансовых институтов или экспортных агентств, оно позволяет проекты доводить до успеха. В том числе последняя попытка Белого дома пересмотреть легальную структуру финансирования с возможностью предоставления федеральных гарантий со стороны Абартамента энергетики США, которая в последнее время обсуждается, она просто подтверждает этот тренд. Многие проекты БО основаны на том, что риски финансовые, в том числе стоимости финансирования, они делятся между вендором и потребителем, то есть проектами компании. В нашем случае это два проекта, которые реализуются в этой логике, это проект в Финляндии Харкиюки один и проект в Турции, которым будет рассказано Андрей нашими коллегами, дальше в ходе выступлений. Проект в Финляндии был начат для Росатома в 2013 году, но до этого еще в 2006 году был сформирован в промышленных и энергетических компаниях, который задался целью запустить станцию в Финляндии для выработки распределения энергии по принципам Манкала. Это структура собственности, которая предполагает перераспределение произведенной электроэнергии акционерам по себестоимости в пропорциях их участия в капитале, и предполагает, что такая форма инвестирования позволит реализовать проект, получить электроэнергию по цене дешевле, чем ее предлагает рынок. То есть на этом строится прогноз. В 2007 году была создана проектная компания Финобойва, в который вошел акционером Кул финских инвесторов. К июлю 2010 года были предвидены все предварительные согласования воздействия на окружающую среду и иные необходимые для реализации проекта. Рекулятивные разрешения, определена площадка для строительства, и парламент Финляндии принял первое решение о реализации проекта на этой площадке. Затем была произведена процедура поставщика и в конкретной борьбе между Тошибой и Ионом, а также французскими вендорами Ревы. Росатом Огрсис остался фактически единственным потенциально привлекательным партнером для проекта, поскольку он предлагал комплексное решение. И в отличие от других игроков принял на себя роль участия в капитале и роль финансиста в этом проекте. В декабре были подписаны все контракты, которые касаются строительства станции и ее финансирования, соглашения акционеров. Росатом в марте 2014 года приобрел в пакет 34% акций финалойми. Это в том числе была связана с тем, такая доля миноритарная, что в Финляндии существует законодательное требование о наличии более 60% контроля со стороны финских. европейских инвесторов, поэтому Росатом входил в проект в условиях миноритарного партнера с тем, что соглашение акционеров регулировало режим прав участия в корпоративном управлении, соответствующие роли Росатома в проекте. В 2015 году было подано заявление на строительную лицензию, подписываются до сих пор контракты, идет выбор поставщиков, ведутся первоначальные работы на площадке. И в силу того, что технология раньше рассматривалась не ВВРовская, а другая, станция предполагалась более мощная, то пришлось проходить еще раз в финский парламент для того, чтобы одобрить проект именно с этими параметрами. Такое решение парламент принял с оговоркой о том, что соблюдался контроль финского большинства в компании. На этом слайде показана структура акционеров финовой, мы видим состав акционеров на финской стороне входит порядка, не все указаны, порядка 60 компаний, которые являются как ритейлерами, как потребителями электроэнергии, так и крупными энергетическими трейдерами. В том числе, в число акционеров вошел финский чемпион от БАДЭМ энергетики Форту. Роль Розапова в проекте, который на себя принял, это поставщик технологии, поставщик сервисов, поставщик топлива, акционер в проекте, инвесторы-финансисты проекта. Мы являемся соинвесторами наряду с консорциумом финских компаний, которые также ответственны за предоставление акционерного финансирования, которое предоставляется на принципах безотзывного, безоговорочного финансирования проекта в логике графика предоставления эффектив проекта, который был подписан в самом начале акционерного соглашения, точно так же, как акционеры с финской стороны Росатом предоставляют акционерные инвесторы. Что касается долгового финансирования, то здесь Росатом приняло на себя обязательство об организации привлечения долгового финансирования в проект, недостающего, которое необходимо, как привлечь из различных рыночных. Продолжение следует...